мне кажется так или иначе все пьесы с которыми я знаком которые вы написали они имеют прямое отношение к нашему с вами одному из любимых искусств к телевидению и конечно и шутки в глухомания самый такой главный хит который в течение долгих уже даже не лет а десятилетий возглавляет некоторые рейтинги и многие люди ходят по десятку раз уже на этот спектакль в разных городах в том числе в новосибирске и вот это вот пьеса моя жена робот как мне кажется это такой знаете вариант переработанного журналистом телевидение материала какого-то разных совершенно в одном как правило произведение разные жанры тут и фильет он есть и паркет есть и какой-то легкая ирония авторская программа в общем все эти как мне кажется пьесы имеет прямое отношение к авторским программам игоря муренко который делает их вне зависимости от фортуны и отношения телевидения и отношения людей к телевидению просто такой телевизор который переезжает со своей телекамеры со своей всей бригады из одного населенного пункта в другой из одной аудитории в другую вы согласны что в какой-то в какой-то мере вокруг нас сплошное телевидение вокруг вас в том числе ну действительно а вот знание телевидения оно сказалось именно в этой пьесе особенно в конце когда вот трансляция как бы на весь земной шар когда в кадре значит Павел только в кадре Павел Марина вот знание телевидения да конечно сказалось именно в этой пьесе но про остальные пьесы я не могу сказать что там каким-то образом взгляд телевизионного человека отразился я думаю нет просто вы знаете что я работаю на телевидении но в этой пьесе это точно отмечено да в этой пьесе действительно вот знание телевидения да сказал в чем радикальная разница вы начали писать пьесы уже будучи человеком за 30 очень популярным автором своих программ человеком которого хорошо знают и в лицо и его стиль тоже узнают с листа зачем нужно было переходить в эту текстовую форму вот я просто хотелось выразить себя еще в театре тем более что какие-то видимо задавки были потому что в студенчестве я учился я был значит актером студенчества театра почему это было вот это вот резко весной в школе у меня такого не было почему-то желание там в пушке участвовать вообще я просто я в ансамбле играл им ударные инструменты а вот тут почему-то на втором курсе вот резко весной буквально вот вчера еще зима сегодня весна у него тут выгодно потому что мне нужно вот играть в театре актера я узнаю что вот это у нас студенческий театр на следующий день побежал записываться в театр меня взяли там прослушали все начали кого играли да мы играли мы играли в такая юность кого играли но вы не остались на этом месте а могли бы не хотелось остаться актером не нет это нет это актеры дитя были я уже учился в англево у меня были какие-то планы такие студенческие как бы еще ну нет ну просто я с детства хотел быть писателем у меня с 10 лет как бы простылось желание я стал писать стихи я готовился вообще в поэты и кстати на русский язык литературу на филологию я поступил чтобы лучше узнать русский язык инструмент владеет писатель вот и поэтому я обожал читать поэтов восемнадцатого или девятнадцатого дома я всегда там спать ложился очень поздно те уже легли спать а я сидел там в коридоре до двух ночи все читала любимых поэтов но в театре то непосредственный успех как вот у нас сегодняшних наших актеров а у писателя у филолога драматурга и не почему-то нет этого актерства нет я не потащили я все-таки все-таки стал готовиться к поэту я кстати про пьесы про тратурги вообще не думал даже в голову не приходил хотя и в театре студенческого ну как то у меня не было а вот где-то я начинал писать еще и рассказы повести писал и как-то само за собой так получилось то я понял что мое это вот выражаться драматургическим и вот после возраста иисуса креста у меня 32 мне было года иисуса было 33 но приближаясь к этому возрасту появляется свое отношение к жизни жизненный опыт то есть я уже мог что-то сказать о людях о человеке а до этого я писал рассказы там стихи ну что-то было мило там ну вроде неплохо кто-то говорил что-то мне нравилось что-то не хватает молодого опыта не было жизненного а вот до 33 годам возрасту иисуса креста у появилось свое отношение к людям к жизни какие-то свои мысли какие-то свои фразы стали появляться и вот первую пьесну я как раз написал в 32 года такая проба пирамбулы была она тоже была мистическим оттенком называлась учитель из шамбалы я показал главному режиссеру тюзя нашего леву белому он вычитал и сказал вам тоже срочно попасть на семинары виктора розового в москве в литературном институте но я закончил нпу филолог с высшим образованием литературный институт не брали я ему позвонил по телефону договорились что я в литературном институте оставлю ему там приемную пьесну про чем он прочитал я уже вернулся в новосибирь позвонил он сказал да у вас есть способности ни в коем случае не бросайте это вы для этого созданы пишите дальше обязательно пишите ну и все как-то оно так пошло пошло но меня долго не стали очень долго проверяли да у меня в театре старый дом первая была пьеса поставлена там и поставлена в 41 год и ровно в день рождения 25 декабря 91 года мне исполнился 41 год и вот как раз состоялась премьера спектакль очень наш в этом театре покойный ныне режиссер дмитрий масленников очень талантливый режиссер он поставил гаврюк горбунок в тюрзе это было что-то потрясающее до сих пор вспоминаю спектакль я смотрю вот это какое-то чудо это настоящее искусство когда думаешь что это граничит с чудом это было настоящее искусство такой был талантливый режиссер дмитрий масленников потом он уехал в питер там ему что-то не давали оставить в питере сложно пробиться я знаю вот значит сорок один год у меня была премьера потом сорок три года премьера в глобусе пьеса призвание убийца поставил григорий габерник сейчас в малом театре заместитель художественного руководителя заместителя юрия салона главный режиссер друг салоне это не расходиться только верно сейчас его заместить а потом уже был театр сергей афанасиев он поставил шутки глухомания тоже 20 что там играется большим успехом они каждый месяц и раньше играли четыре раза в сейчас играли два раза в месяц но всегда шла но я помню что эту пьесу играли и в победе когда они в победе на 40 человек на 250 человек сейчас зал у них на 100 человек но пьеса хорошо пошла она даже пошла в народ и стала народной пьесы народной комедии ее вот в декабре 51 народный театр поставил 51 35 профессиональный театр поставил и 51 народный театр народный театр конечно тебе проблемы они денег не платят вот с ним никто не может справиться в этом смысле но я считаю что поэтому благотворительность это чистое признать меня все равно это радует что как бы пьеса пошла в народ ставит их чувашие значит там какой-то там народный театр еще где-то там то есть пошла в народ нравится что интересно у меня в блоге там отвечается кто захотел в мой блог и что он искал у нас по традиции участники наших читок тоже обращается с вопросами герою дорогие мои актеры чтобы вы хотели узнать о своей пьесе о своим о своем месте в этой пьесе или о своем герое задайте пожалуйста вопросы игорю кто откроется конечно конечно да пожалуйста знаете ли вы что большинство точнее не рождество а многие уже сегодня японские парни молодые люди жениться не то что на работах женщин они жениться на виртуальных персонажах то есть они приходят за по ходе церемонии они одевают такие виртуальные очки образ не только не ест и не пьет но еще и не учится я прошу меня здесь где я даже не знал читал это не совсем робота виртуальный образ какой-то который сам выбрал наверное да вы знали об этом когда писали пьесу что это реальность уже реактория ну это же не робота это совсем другое это даже хуже будущее гораздо хуже она уступила уже не допускаем и вот это ну зависит от нашего желания ведь прогресс он идет он все равно идет посмотрите роботы ведь они действительно наступают и непонятно конечно я как бы я же перенес в будущее а раз я в будущем то мне как бы все позволено это как бы фантастика это моя фантазия сейчас конечно станет математик скажет а есть теорема гютеля о пустоте скажет вы знаете о такой теореме и он что я могу сказать ну да с точки зрения теоремы гютеля о пустоте как бы создание независимого искусственного интеллекта оно как бы невозможно потому что про этой теореме любая система которая приводит какие-то доказательства которые кажутся истинными на самом деле не все может своей теореме доказать то есть для того чтобы в какой-то мета теории что-то доказать нужно быть еще выше еще на какую-то мета теорию а в этой мета теории опять нужно опять что-то выйти то есть опять останется ну так грубо говоря останется какая-то пустота которую невозможно доказать теми методами которые предлагает эта теория кто-то должен быть снаружи то есть как бы по этой теории как бы вот пока создание независимого робота оно как бы невозможно но это пока кто думал что вот извините вот как прогрессирует даже мобильный телефон ведь еще 20 лет назад какие были примитивные мобильные телефоны только не появлялись у меня снова появился первый мобильный телефон в 2002 году и звук был не полифонический а может и что там было только позвонить так и то мы уже были рады надо же ты там на улице где-то там на даче можешь позвонить проблема у нас дачное общество сегодня могли там телефоны поставить а тут сразу мобильные телефоны появились и проблема была решена но какие-нибудь примитивные а сейчас что сейчас же ну господи это же можешь пожалуйста даже телевизионную программу смотреть тут же на мобильнике да все что угодно можно и поустра тут же в интернете все и какие они красивые целый цветной мир красавцы ну даже по этому техническому прогрессу даже связанным с мобильником ну можно представить что ну пусть да теорема Гюгеля на полноте существует но что-то может быть пусть ну а то и богу создали же все-таки теорема не помешала же создать атомную богу и многие вещи не помешали значит все-таки человек все-таки все-таки движется что-то узнается давно а не все равно научное познание где-то оно точное ну а научное познание это хорошо ну вот даже на примере телефонов возможно носить то там жону уже роботов и так далее даже я вот уже неоднократно замечал я по вечерам гуляю с собакой ну и допустим лет там 15-20 назад как гуляли подростки компания там с пивом может быть еще с чем то и так далее но они шли все вместе они общались друг с другом это был вот такой коллектив что мы видим сейчас я вижу идет компания вот этих подростков и идет каждый сам по себе вот кнувшись свой собственный телефон то есть вот этот вот прогресс он развратил и отвратил людей друг от друга может быть вот история с женой роботом это тоже вот такое продолжение мы создаем роботов в себе да можно попробуйте потерять телефон или забыть его где-нибудь на один день такое чувство что у тебя у тебя нет руки я просто оставляла у мамы фантомные боли нет руки нет руки куда деть руку кого спросишь телевизор включен здесь пульт это ну через сутки прошло кстати то есть еще да впускает пока да впускает да ну что касается молодежи то конечно и такая картина это есть что каждый будет как сам по себе но я наблюдаю тоже и другую картину еще общаются жалко только что общение у них на мать вот я прохожу у нас у нас бывают победы где я живу с левой стороны школы с правой стороны школы вот они выходят на леви старшеклассники они кучкуются там толкаются что-то обсуждают матеряться по страшному и девчонки и парни раньше в мое время девочки не матерились в общем-то да и парни уже постараются да и девчонкам не материться возможно да матерились в мужском обществе но девчонки никогда сейчас и девчонки сами кроют конечно там все это но это да вот особенно в метро заглядно все сидят все уткнулись в мобильнике своей может эти ребята не стандартным поведением и лексикой пытаются доказать что они не роботы как раз не действует по плану а нарушают постоянно если будет такой робот вы попробуйте больше сохранить нет я люблю женщин у него есть опыт общения с женой которые ну вот все уже достало у него согласен мы мобильница сейчас не просто отвечает и управляет умным домом но и в основном ухаживает за их маленьким ребенком например и гораздо правильнее выстраивает отношения с каждым из них по отдельности столкновение вообще уже перестало перестали быть столкновения какие-то между мужем и женой то есть ты не общаешься через Алису через Алису через Алису да все прекрасно ну к счастью она пока без плоти да поэтому они общаются я в эту субботу имела первое общение с Алисой у меня брат что-то спросил я говорю ну набери брат а он то я понимаю что он разговаривает с Алисой я про это слышала но видела первый раз я говорю а почему ты пользуешься Алисой он говорит ну я не хочу ничего набирать мне проще спросить так вот она ему значит что-то выдала какие-то ссылки он посмотрел все нормально я что-то ей сказала и она начала то есть мы с братом переговариваемся она уже комментирует меня равноправный участник дискуссии она как участник дискуссии она говорит мне эта тема неприятна я эту тему мы обсуждали извинитесь сейчас на колени она практически заставила меня извините не возражается это если бы вам какая-то со стороны сказала вот я вам говорю там ну слушай не права вообще мне сказал там ну и ладно ну и заткни а ей ты уже не возражаешь она же уже авторитет аргументов нет да они слишком совершенно мерзаться ведь положительные ответы индивидуальные ну как говорят что современные алгоритмы которые выдают нам продукты в поисковых строчках которые дают нам определенные ответы они же тоже по странам сильно отличаются вот эти голосовые помощники и ту информацию которую они находят они делают в соответствии с некоторыми требованиями которые для них специально выпускают уж там не знаю спецслужбы или разработчики которые здесь присутствуют но все люди благодаря этим помощникам довольно однобоко представляют себе реальность и чем дальше тем более однобоко чем больше ты доверяешь роботу тем меньше ты знаешь о реальной жизни правильно и это сказывается уже сейчас у Сергея Прокузьева есть песня я не помню на чьей стихи так что текст и сюжет он не волшебник а колдун значит волшебник а колдун значит волшебник колдун этот не хотел жениться потому что знал по опыту его знакомых друзей как значит женщина портит жизнь мужчины в браке и он создал идеальную женщину которая не перечила не спорила прошло там какое-то время и колдун с тоски повесил это прообраз на нашей сегодняшней пьесе в очень темном возрасте я читала какую-то фантастику очень коротенькую на эту же тему мужчина муж робот с женщина и она выполняет все его прихоти все желания она мысли считывает и в финале она становится клоном южи а я еще один литературный объект вспомнил в Уже когда-то опубликовался такой довольно популярный в университете парень его звали если не ошибаюсь Марат Шериф это был где-то там конец восьмидесятых или начало девяностых и у него было большое стихотворение посвященное как раз роботу папа собрал дочери робота сам собрал и сам еще и чинит там была такая строчка но в общем в конце крик отчаяния этого самого несостоявшегося любовника дочери нашего героя он такой тоже очень сексуальный возглас в общем не будем в детали вдаваться короче говоря в течение многих лет десятилетий эта тема сильно будоражит умы и мне кажется пьеса имеет все шансы повторить успехи успех шуток в глухомане но мне вот самого интересно вы задавали же наверняка таким вопросом почему именно эта пьеса выдержала столько столько постановок и до сих пор кажется людям актуальной и интересной хотя даже с момента ее первой постановки прошла вечность 24 года это 23 сколько это очень много но 23 но и события которые там происходят они как раз напрямую не связаны с нашей быстротечной реальностью правильно это а кстати кто-то из присутствующих смотрели шутки в глухомане в театре Афанасия давайте я могу ответить сразу на твой вопрос смотрели смотрели можно я отвечу сразу я вот хотел сказать не о роботах а именно о том кстати почему популярны шутки в глухомане и вообще о слове о котором мы сегодня говорили и о мате здесь света нет это как раз тоже выражение потому что очень простой очень доходчивый очень народный почему не зря ставят это все в глухомане в народных театрах очень простой язык очень понятный язык язык которым мы общаемся между собой жизненный и вот первое знакомство с Игорем Муренко это были шутки в глухомане это был наверное 96 год и был в театре Афанасия один из первых от пальчика мы сидели ну я конечно там уже был немножко там это немножко там мой герой Олег там уже водочки в образе в образе уже был да сидел чуть ли не на первом ряду и очень-очень мешал актерам первый раз я не читал эту песню я первый раз ее слышал я говорил все реплики раньше актеры они говорят и отвечают они на меня смотрят как на меня косо смотреть это было ужас но это было настолько все прозрачно настолько все понятно это была моя пьеса и когда в театре Афанасии заканчиваются помните эти самые спектакли первые вот там впереди первый стол, пелемени, водка все, финал и мы садимся и с актерами разговариваем они говорят слушай дядь, мешаешь играть очень очень мешаешь играть он говорит ну настолько все верно настолько все живое органично что я практически стал а тогда еще Терехова играла по музею да? Ерлыков это Терехов давай играть вместе слово это главное чем отличаются от пьеса простое живое слово почему они забирают почему они долго держатся на сцене я думаю они будут держаться еще позже далеко после нас правильно? это Шукшин на Шукшин это Шукшин вы знаете я должен сказать что вы какой-то уникальный зритель я про такого даже не слышал что такое бывает который угадывает даже повторяет вы какой-то уникальный зритель нет это совершенно точно было вы сначала 100 грамм взяли нет это совершенно точно было особенно было последнее ну это понятно какие-то мелкие но когда он за 5 минут до реплики в писатели пойду было очень весело ну кстати это не мой финал это Афанасьев вместе с актерами придумали у меня финал другой у меня там это же не комедия это драки комедии причем там многие тоже плачут во время спектакля слезы наворачиваются и ухо стоит дикий но и слезы и замирает зал тому горло подступает это драки комедии афанасьевца это сделали комедии там конечно трагедийное начало осталось ее не выбросишь все равно это смерть ложится в гроб хочет проверить как отнесутся родственники к его смерти как жена отнесется как брат с которым он в ссоре он как бы проверяет эта ситуация такая это как бы попадаешь в архетип и ну каждый же из нас ляжет в гроб это трогает каждого у каждого сразу кому горло каждый на себя же примерит я же тоже буду лежать в гробу когда-то вот ну конечно тут не выбросишь но все таки они облегчили эту федесу и у меня это финал другой я видел в Сыздраве сыграли точно по моему тексту с моим финалом но это было потрясающе потому что финальная сцена выходит во папаше и говорит Витя повесился вот этот дурачок который повесил в спектакле и зал замирает я не знаю там 3 минуты молчать 4 минуты молчать такая тишина и потом оглушительные антурисменты но это было конечно потрясающе тот в Сыздраве а ванатинский спектакль мне тоже очень нравится они все равно они супер талантливые сделаны они молодцы это первый спектакль я его очень люблю но финал у них это не мой фектакль что вот я там хочу поехать хочу стать писателем поем поступать ну это их такая придумка и песню потом они поют ну это все классно так ложится на на такой на хэппи энд это такое чтобы не было слезы в финале чтобы песни ее не слабили пельменями угощали водкой кстати водка почему-то так действует на людей и Афанасий мне об этом то же самое и говорил и я это заметил подходят люди ну там интеллигентный человек сейчас в магазине этой водки ну море разливанное там пятьдесят там видов я не знаю сто что подходит покупай какую хочешь подходит и говорит так это таинство как будто мы какие-то декабристы заговорщики и вас же там пацаны наливают и это народные артисты царлист балета и вас же там наливают как будто тают ну ведь правда наливают и Афанасий и Афанасий мне тоже самое представляешь какая-то реакция на водку так вот подходит и кто же ваше там наливают потому что водка это наше сибирское чудо наверное ну да то есть вот так вот я хотел еще о долгожителях спектаклях долгожителях спросить на ваш взгляд вот этот вот огромный срок жизни этого спектакля и некоторых других которые поставлены вашим пьесам они выдерживают постановки такой длинный срок жизни видите здесь еще так скажем честно почему долго живет этот спектакль потому что Сергей Афанасий создатель этого театра он отец родителей мамы и папы этого театра он там хозяин он сам решает пусть и так идет сколько идет ну конечно ведь он за это время поставил я так посчитал но не менее 100 спектаклей вот за 23 года а шутки и блоковани это самый долгоживущий спектакль там у него есть долгожители ханума у него долго живет по моему ханума и все по моему здесь видимо почему долго живет спектакль потому что режиссер всегда рядом и он не дает спектаклю развалиться заржавить да сама пьеса она великолепно сконструирована как конструкция она сама крепка но и рядом режиссер он не дает развалиться 24 года ни сроку я думаю что вы знаете я с вами не соглашусь потому что Афанасию за это время ставил и Шекспира и Островского и Мольера и еще других классиков а пьесы эти долго не жили хоть он и рядом нет а потому что эта пьеса здесь как бы сошлись в одну точку как бы все вот компоненты ну без сложной скромности скажу и пьеса хороша и режиссер прекрасный талантливейший и актеры прекрасные Афанасий он же подбирает себе актеров он же подбирает себе актеров не абы каких у него же там все звезды у него актеры же потрясные поэтому когда спорить вот в одну точку и администраторы у него тоже люди с фантазией талантливые они тоже там между прочим хорошо администрируют и мне как-то сказали работницы той костюмерного цеха я как-то был десять лет назад был там такой типа фестиваль приезжали критики московские СТД московская был выезд такой мы проводили все сибирские театры собрали и я случайно отъедал с работницами костюмерного цеха я говорю а мы из какого театра они говорят мы из Афанасьева я говорю у меня там пьеса уже много лет идет она какая пьеса я куда шутки был хаманин они говорят администраторам вашу пьесу не отдадут то есть администраторам тоже это тоже важно то есть нравится и администраторам даже эта пьеса нравится но самое главное эта пьеса нравится зрителям если народ не будет ходить на эту пьесу не будет аншлагов каждый раз ну Афанасьев давно ее уже снял ну так же как он снял там Гамлетов ну они уже делают Гамлот который по-настоящему театральной искусстве с dust что хорошо что плохо и благодаря этому зрителю 친 вот я считаю что именно благодаря нашему новосибирскому прекрасному зрителю В других городах ведь тоже там прекрасно, там тоже прекрасные постановки, но там по ряду причин в той же Сызрани, великолепный спектакль, великолепнейший, но он шел всего только два года, потому что молодые актеры, которые были задействованы, уехали все в Тольятти из Сызрани. И мне потом режиссер-постановщик говорит, извини, но актеры все уехали, а что вы сделали, ну пришлось закрыть, не хотелось играть, он сам режиссер-постановщик, сам худрук, ну а чувствуешь, ну вот уехали. И в других театрах тоже, в Москве, в областном Тюзе, 7 лет играли спектакль, 7 лет и тоже они часто играли, не меньше одного раза, двух раз в месяц, играли тоже большим успехом, там зал большой, 7 лет играли. Но все равно попрощались со спектаклем, ну время подошло. А здесь зал меньше, 100 человек. Я не знаю, вот они будут в пионерии играть, если будет там зал на, я не знаю, на 200 мест, кто бы там они продерживаться, не знаю. В победе прекрасно ничего. Я в победе видел, в победе, да. Чем больше зал, тем больше хохот. Это же заболевительно, в конце концов. Капельку Тёпка, пожалуйста, громче, пожалуйста. Вот когда ругаются с женой в первой сцене, да, мне не понравилось, что она все время одними и теми же словами ругала. Это потому, что она не знает, но есть смысл. Нет, я не про опыт, а вот именно когда еще одна женщина. Предложение принято. Дорогие друзья, еще буквально последние 1-2 вопроса и будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Прошу. Каждая пьеса может быть поставленная. Моя? Нет, 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 нет. Каждая автор считает, что любая его пьеса обязана будет поставлена. И есть такие, которые ограничены только читкой. Вот читка, это вот ее все. Дальше ее ставить уже нельзя. Я просто была раньше в одной читке какой-то. И было понятно совершенно, что эту пьесу ставить абсолютно нельзя. Очень тяжелая тема. То есть там, вот рядом со мной сидел человек, вот закопленный. Он расплакал, когда понял суд. Он плакал просто всего. Я поняла, что так будет, если ставить нельзя. А почему нельзя? Потому что будет тяжелая тема поднимается. Ну а в нашей экспедиции разве народ не плачет? Ну, несмотря как куда. Это уже зависит от режиссера и от многих факторов. Ведь все же зависит не от тем. Все зависит от того, как написана пьеса. Как? Вот так написано. Тяжело при тяжелой учении. Вот недавно я прочитал пьесу. Я автор, живет в Москве, Александр Фомина. Значит, я прочитал пьесу. Я написал в фейсбуке, говорю, смотрите, у вас были пьеса просто шедевр. Это были шедевр современной драматургии. Я расслабил ее, но это вообще так. И на самом деле пьеса очень понравилась. Хотя в этой пьесе есть такое темное пятно. Там, значит, как бы немножко обеляется Дантес. И немножко очерняется Пушкин. Дантес, у Пушкина это была уже тринадцатая дуэль. А у Дантеса это была первая. Да, Пушкин никого на дуэль не убил. Он всегда стрелял в воздух. А Дантес, как бы, ну а что, дескать, было делать Дантесу? Ну он защищал себя. Если бы он не попал в Пушкин, значит Пушкин бы попал в него и убил бы его. Но пьеса написана так здорово. И вот написано как раз про эти телефонные отношения человека с телефоном. Что у них ученики в школе. Они уже живут вот этой жизнью в Фейсбуке, в Ютубе. Вот они выкладывают эти сюжеты. Он уже живет только ради вот этих сюжетов, которые он тут же записывает на мобильник свой. И тут же выкладывают в Ютуб. Нет лайков, нет смысла. Да, и для них уже вот эта вот эта жизнь. Вот это нужны лайки, нужны, значит, вот репосты. И вот нужно, чтобы тебя вот это постоянно видели. И они друг другу, ага, я выложил такой пост. Тут у нее, значит, соперница в классе, значит, там это подкрашивается. У нее, значит, какие-то модели, там они наряды там все друг перед другом. И я вот выложила вот такой сюжет у меня в Ютубе. А это отвечает и выкладывает вот это. И между ними вот такое соперничество. То есть жизнь такая вот уже вот эта. Ну, написано так здорово, то есть зависит еще не от темы. Мне немножко это, конечно, тоже не нравится, что как бы, как Филатов в стихах написал. Леонид Филатов. А что бы нам, какой был Дантес? Он Пушкина убил. Для нас это все. Для нас Дантес это все. Он Пушкина убил. Хоть какой вы там говорите, он прекрасный там, он интеллигент, он защищал себя. И я тоже. Но он Пушкина убил. И в конце концов, он же приставал к жене Пушкина. Не Пушкин же приставал к жене Дантеса, которая, кстати, была сестрой его, женой Натали. Ну, все-таки все равно, нам что? А пьеса, как мне потом автор сказал, и, значит, там, режиссер Новомосковского театра, как бы, дал такое задание написать такую пьесу, где, значит, вот немножко оберить бы Дантеса, и так вот немножко черной краской мазнуть Пушкина. Она, как бы, с этой задачей справилась, она великолепно написала. Ну, вот, с точки зрения, как, как написано, ну, великолепно, что дело. А вот тема, что? Там, конечно, это не основное, это там, ТС Пушкин, это не основное. Оно, как бы, проходит, как бы, так вскользь, но проходит по всей пьесе. По всей. Вы согласны, что бывают такие темы, неудобные, которые лучше не ставить? Вы знаете, не зависит от темы, не от темы. Зависит от того, как написано, талантливо написано или бездарно, понимаете? Талантливый автор, он справится с любой темой, напишет конфеты. А зритель решит. А зритель, ну, конечно, конечно, да. Тело тогда, он у нас клапан, совершенно не заключается. Не, вот, то есть, не криминальная тема, все, любая тема. Я думаю, любому спектаклю жить. Зависит от бездарно и не талантливо. Я предлагаю еще раз поаплодировать нашим сегодняшним актерам Константиновым. Спасибо.